Зелёная экономика Парниковых газов и внедрение новых низкоуглеродных технологий в Казахстане уже несколько лет работает система торговли выбросами. Практика использования показала, что экологический кодекс требует внесения поправок и дополнений. В частности, в документе отсутствуют такие понятия, как базовый уровень выбросов, погашение квот на выбросы, а также нет целевых показателей по сокращению парниковых газов. Соответствующие изменения в законопроекты разработаны и уже находятся на рассмотрении парламента. Два национальных плана и два торговых периода охватывает система торговли выбросами Казахстана. В прошлом году квоты были распределены между 166 предприятиями. В совокупности они должны уменьшить количество парниковых газов на 1,5% от базового уровня 2011-2012 годов. В ходе сделок по покупке и продаже квот с начала текущего года на бирже было проведено 15 операций на сумму 354 миллиона тенге. В них приняли участие 11 предприятий. При этом было перепродано более 600 тысяч тонн углеродов. Цена за тонну выбросов составила в среднем 558 тенге. Для сравнения, за весь прошлый год было проведено 35 сделок, а средняя цена за тонну составляла 301 тенге. Торги состоялись. В настоящее время в законопроекте, внесенном в парламент, рассматривается вопрос сокращения подлежащих квотированию объектов. Так, из этой категории планируется исключить предприятия сельского хозяйства и транспортной сферы. И, напротив, добавить компаний сектора обрабатывающей промышленности, в том числе предприятия по производству цемента, кирпича и гипса. Вместе с тем в документе предлагается рассмотреть возможность перехода на систему бенчмаркинга. Такая система наиболее прогрессивная и передовая, отмечают эксперты. К примеру, сейчас она эффективно работает в странах Европейского Союза и США. В связи с этим рабочей группой разработаны коэффициенты по ряду направлений. На чем она основывается? То есть ведутся расчеты по предельно допустимым коэффициентам выброса углерода парниковых газов на единицу продукции. Например, на киловатт-час разрешено выбрасывать 500 грамм углерода. Все. Вот сколько киловатт-час вырабатывает, допустим, ТЭЦ, ровно на это количество выдается по 500 грамм углерода на каждый киловатт-час для этой ТЭЦ. Если она соответствует всем экологическим и техническим нормам, то она соблюдает этот порог, этот коэффициент, и у нее нет никаких проблем. Если она технологически не модифицирована, если экологических стандартов не соблюдается, устаревшее оборудование и так далее, то, естественно, у нее будет дефицит, и она будет обязана докупать эти квоты, либо реализовывать какие-то проекты по сокращению. Вот на этой базе основывается система бенчмаркетика, и у нас есть такая идея, задача – обсчитать всю страну, все отрасли, все сектора экономики, и применяя удельные коэффициенты выбросов парниковых газов на единицу продукции. Проблем не должно быть и у тех, кто своевременно примет участие в торгах и сможет перекупать и продавать квоты. Уполномоченным органам уже к началу осени планируется проведение проверок предприятий на соответствие квот-нормам. В случае выявления нарушений Комитет экологического регулирования наложит штраф. Напомним, что в период тестирования системы торговли квотами штрафные санкции были отменены. Взыскание за одну тонну составит 5 месячных расчетных показателей, что составляет 9910 тенгет. При этом эксперты отмечают, что чаще причина неучастия предприятий в торгах – банальное – это незнание закона. Те предприятия, которые не успели купить до 1 апреля ввиду определенных субъективных или объективных обстоятельств, в частности, это я отражал в момент поздняя верификация, позднее получение отчетов с министерства, позднее понятие того, что ты имеешь дефицит или профицит у компании, либо какие-то бюрократические неувязки в этих компаниях. Ввиду этого, этим компаниям необходимо дать 90 дней, чтобы они смогли купить. Либо, если в эти 90 дней будут проходить проверки, чтобы эти компании в эти 90 дней при наложении административного искания могли также произвести покупку. Оставаться всегда в положительном балансе и быть в курсе ситуации с помощью информационно-аналитической системы предлагают специалисты международного агентства «Томсон Рейтерс». Организация представляет информацию для товарно-сырьевых и финансовых рынков. Глобальная платформа нацелена на предоставление рыночных данных для эффективной работы на рынке торговли парниковыми газами. Это большая база данных, которая дает возможность детально все проанализировать. Кроме того, клиенты мониторят объемы спроса и предложений на товар. Доступен информационный сервис через интернет, и подписчиком может стать любой желающий. Аналитики агентства не скрывают свой интерес и заявляют, Казахстан для «Томсон Рейтерс» – перспективный рынок. Так как продукт глобальный, так как он представлен на различных рынках и освещает различные рынки, включая европейский рынок торговли квотами на выброс парниковых газов, а также развивающиеся направления, такие как Китай и другие регионы, то, безусловно, есть возможность посмотреть на картину глобально, посмотреть это сверху, что творится в Европе, что происходит в Китае, что сейчас в Республике Казахстан происходит по данному вопросу. Но и, кроме этого, позволяет посмотреть детально на ход торгов здесь, посмотреть, кто по каким ценам покупает, кто по каким ценам продает, где уровень справедливой цены. Информационные системы, кроме доступности и мобильности, открывают все больше возможностей проводить операции, и не только в Казахстане. В связи с этим товарная биржа «Каспий» планирует поменять программное обеспечение, где проводятся торги, заменить ее на более авторитетные. Это программа крупной европейской лейпцигской биржи. Переговоры о заимствовании данного софта уже проведены. С учетом того, что наш рынок торговли квотами планирует выйти на международный уровень, данная программа даст ряд преимуществ нашим игрокам. Это и рост профессионализма, и возможность прихода на наш рынок большего количества зарубежных брокерских компаний. До этого мы работали на софте, разработанном на территории Республики Казахстана. Это наш софт, казахстанский софт, на котором происходили торги. Но мы понимаем целесообразность получения софта «Ваусорсинг» с учетом возможности работы на нем в нашей компании. Если вы посмотрите, допустим, софт иных компаний, в России многие биржи работают на софте «Плаза». Это софт чикагской биржи. Почему страны внедряют свои софты? Страны, внедряя свои софты на тот или иной рынок, пытаются сделать так, чтобы их брокерским компаниям, которые из США, либо из Европы, было удобнее работать в этих странах. Лейцепская биржа существует с 2002 года. Она считается ведущей энергетической торговой платформой. Кроме выбросов, здесь торги проходят электроэнергией, углем, сельскохозяйственными продуктами. Биржа позиционирует себя организацией, занимающей решающую роль в европейской энергетической торговле. По данным биржи, через неё на вторичных торгах только в апреле этого года было продано 5,2 миллиона тонн СО2. Годом ранее данные были на уровне 2,1 миллиона тонн. Любой участник биржи может покупать и перепродавать. Здесь участвуют специалисты со всего мира. Это международная биржа. В Европе участниками этой биржи являются 5000 членов, и около 300 из них активно работают в сфере энергетики. Сейчас на нашей бирже цена за тонну выбросов на хорошем уровне. В прошлом году она была в пределах 7 евро. Повышение цены связано с тем, что правительство внесло свои механизмы по стимулированию, были изъяты лишние квоты. Рыночный механизм снижения выбросов – один из продуктивных, поскольку для предприятий это возможность заработать за счёт сокращения парниковых газов. Торговля квотами – хорошие инструменты, к примеру, для Китая и Казахстана не исключение. Это отличный способ прослеживать уровень выбросов. Рынки торговли выбросами существуют в разных странах, и их наличие даёт неплохие результаты в плане сотрудничества и обмена опытом. Если это станет активным во многих странах, решение проблемы будет лучше. Выбросы углекислого газа в мире за прошлый год не увеличились по сравнению с уровнем предыдущего, подтверждают данные Международного энергетического агентства. Специалисты говорят, что это – достижение совместных усилий в данном направлении по всему миру. В 2014 году показатели мировой экономики выросли на 3%, а выбросы углекислого газа остались на уровне 2013 года – 32,3 миллиарда тонн. По данным изданий Wall Street Journal, за последние 40 лет лишь трижды зафиксированы случаи, когда уровень выбросов оставался стабильным или сокращался. Первый факт зарегистрирован на фоне падения цен на нефть и рецессии в США в начале 1980-х годов. Второй – в 1992 году после распада СССР. И последний – в период глобального финансового кризиса в 2009 году. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!